Приветствую вас. Мне, если честно, показалось, что вы не слишком-то в себе уверены. Если честно, мне показалось, что вы совсем в себе не уверены, и мне показалось, что вам, знаете, как-то даже опасно, страшно быть влюблённым, проявлять какие-то чувства по отношению к человеку, по отношению к этой женщине. Вот. А почему мне так показалось? Потому что, ну, вы спрашиваете о том, может ли возникнуть симпатия, если она не возникла на ранних этапах, да? Вашими вопросами чувствуется надежда, надежда на то, что я скажу, что да, да, симпатия не возникнет больше. То есть, как бы, вот, такое у меня возникло ощущение, что вы этого хотите от меня, что вы этого, ну, не от меня, а от коллег, от нас, что вы ждёте, как будто бы, что мы вам, вот, скажем, ээээ, что да, вот, да, не возникнет самим сердечности, а если она не возникла сразу. Вот. Но это на самом деле было бы не так, это было бы неправдой. Вот, на мой взгляд, это было бы неправдой, потому что симпатия может возникнуть в сразу отрицательном ключе, например. А потом, по мере, например, того, как вы, допустим, будете раскрываться перед девочкой, вот, она может измениться. То есть, по мере того, как вы раскрываете себя перед девочкой, по мере того, как это происходит. Ну, на самом деле, вполне может быть такая история, что симпатия появится вновь. Хотя, изначально ее не было, или она такая вот, ну, безразличная, да, как бы. Вот, поэтому, я думаю, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Женщине нужно действительно вот показать, показать, что вы на самом деле готовы, что вы готовы ей дать то, в чем она нуждается. Например, показать ей, что вы, например, показать ей, что вы достойны, что вы тот мужчина, что вы тот мужчина, на которого, ну, можно положиться, например. Вот. А знаки внимания могут человекам, к сожалению, оцениваться очень, очень парадным. И нет ничего удивительного в том, что женщина, ну, совсем не обращает на вас внимания, потому что те знаки, которые вы ей посылаете, не имеют для нее какого-либо существенного значения, и дело здесь, конечно же, не в вас, а дело здесь, конечно же, в ней. Ну, вот, дело здесь, конечно же, в том, как она это все воспринимает, как она к всему этому относится, вот, дело вот. Для нее это, вот, пока не имеет такого значения, как, ну, какое вы вкладываете. Хорошо это или плохо, но это так. Вот. Соответственно, если вы в нее влюблены, то вам нужно более активно с ней взаимодействовать. Тем более, тем более, тем более, что она вся погружена в работу. В этом смысле, что, если женщина, вот, погружена в работу, так сильно, да. Вот. И, как вы говорите, ей хорошо. Вот. Это ошибка. Это ошибка. Потому что, ей, на самом деле, не хорошо. Вот. Ей, на самом деле, совсем не хорошо. Вот. В том смысле, что она просто таким образом, ну, скрывает свои какие-то страхи, открывает какие-то свои желания. Ну, как правило, это скрывается человеком, скрывается, как правило, эммм... страх. Страх, что... Ну, что могут обидеть, эммм... ну, в отношениях. Вот, как правило, такая история. Поэтому не нужно воспринимать воспринимать, как чистую монету, то, что она так себя ведёт. То, что она ведёт себя так, как будто ей вот совсем не нужны мужчины, не нужны мужчины. Это более чем неправда. Другое дело, что вы этому верите, вы вероятно как-то согласны. Что она может увлекаться только работой. И, конечно, это опять же говорит о том, что вы сами сближаться боитесь. И таким образом важно было бы понять в первую очередь вас. Боитесь ли вы конкретно от чего-то? Если да, то чего вы боитесь? Если вы её любите, если вы в неё, ну, влюблены. Как проявляется ваше чувство к ней? Как проявляется? И проявляется к ней. Вот опять же, поймите меня правильно. Я вас ни в коем случае не хочу всем обвинять. Как бы мне это не нужно. Просто если вы действительно хотите наладить отношение к ней, то активность нужно проявлять. Но для того, чтобы проявить активность нужны ресурсы. А вот этих ресурсов, очевидно, нет. Я отдаюсь себе в этом анчёт. Прекрасно, что у вас нет возможности этих самых ресурсов. И если у вас этих ресурсов нет, то как бы вполне вероятно, что сначала нужно озаботиться тем, чтобы они у вас были ресурсами. Кто-то посмотрев, чего вам не хватает. Да. Того, того, чтобы дать выражение своим чувствам. Поддать выражение своим эмоциям. Вот. Знаете, какая штука. Это, мне кажется, очень важно. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. То есть, если вам интересно, если вы действительно хотите действительно с девушкой наладить контакт, то нужно поработать с уверенностью в себе. Вот. Нужно поработать в том числе с означенностью девушки для вас. Потому что, что тот факт, что вы проявляете ей рубки, 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 рубки. Я так понимаю, знаки внимания, да, говорит о том, что вы все-таки такой в себе человек неуверенный. Вот. И если вы считаете человек в себе неуверенный, то эта неуверенность, она на чем-то базируется. Вот. Поэтому давайте постараемся определить, на чем базируется ваша неуверенность в себе. И, поработав с ней, работав со страхами вашими, опять же, мы сможем вам оказать ту самую помощь, которая позволит вам чувствовать себя с девушкой, которая вам нравится более уверенно, чем сейчас. Да. Вот. Ну а это, конечно, только вот в процессе работы можно будет сделать. То есть это вот не такая история, что вы взяли и внедапно обрели в себе уверенность. Потому что, это процесс, то, что происходит у вас, и этот процесс, он, конечно, и конечно же, формировался, и формировался этот процесс не один месяц, а то и не один год. И так сразу от него отказаться будет вам тяжело. А можно вы себя не так хорошо знаете, чтобы быть в отношениях, ну, условно говоря, да, быть в отношениях с кем-то. Так что, не отславитесь, а не ищите, пожалуй, отговорок никаких, да, потому что отговорки это, ну, по факту. Искажение реальность, вот, не ищите отговорок, а будьте искренни, ну, с собой. Вот, и тогда у вас всё будет получаться. Тогда у вас всё начнёт получаться, тогда у вас всё будет хорошо. Вот. Я бы сказал, примерно, вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обращайтесь в личку к любому, к любому из экспертов, если захотите проконсультироваться индивидуально. Вот. Подвергайте то, что видите здоровой критикой. Иногда это очень полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну да, я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. Всё. 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 Продолжение следует...